Польза философии 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 философии постпозитивистов и позитивистов, опять же, да, вопрос почему-то игнорируется, когда мы обсуждаем пользу философии. Философия полностью создает методологию науки. В общем-то, методологию науки создали Декар и Бекон, два философа. Вообще-то, теорию импульса создали философы Средневековья. Опять же, это чистые философы, которые изучаются историей философии. Философия служит фундаментом для всех наук, и в этом не стоит даже сомневаться. И когда Стивен Хокин говорит, что философия мертва, философия больше не нужна, он, по сути, говорит, что не нужна и наука. Наука тоже мертва, если мертва философия. Если мертва философия, мертво мышление, если умерло мышление, то к чему нам нужна наука? Какие знания она может нам дать, если люди, которые создают, уже не мысли? Утверждая же, что существует какое-то универсальное научное мышление, которое может описывать абсолютно все факты без исключения, мы приходим к очередной религиозной системе, которая мало чем отличается от христианства, буддизма, да, сизма и прочих религий. И если товарищ Хокинг признает, что философия мертва, то он параллельно либо признает, что мертва и наука, либо признает, что в науке мертво мышление, и в ней больше нет ничего нового. То есть наука становится религиозной системой. Относительно религии. За каждой религией, опять же, стоит свой фундамент философских концепций. Это же христианство появилось не с нуля. Христианство, оно очень тесно взаимодействовало с неоплатонизмом, и вообще самые актуальные первые троицы, они появились именно в неоплатонизме. Единая ум, душа – это троица неоплатонизма, троицедентальная троица неоплатонизма. И эту связь между христианством и неоплатонизмом отрицать довольно трудно. Вообще христианство во многом заимствует этику Платона. В общем-то, как и прочие религии, заимствуют что-то из философии. Притом мы не будем сейчас ограничиваться только европейской философией, есть восточная философия, философия буддизма. В принципе, Будду можно назвать своеобразным философом, поскольку он касается общих вопросов, вопросов пенсиологии, вопросов познания, и даже его умолчание, известное, да, оно служит тоже определенной философской концепцией, определенной философской умею. Ответом на вопрос, что нужно познавать, как нужно познавать, и вообще, что нужно делать в этом мире. Более того, закоренелые практики забывают и о том, что любая практика основывается на философии. Нельзя убрать мышление с практики. Если мы перестаем мыслить, то даже забивание простых гвоздей в доску теряет какой-либо смысл. Зачем им нужно жилье, например? Зачем оно нам нужно? Мы должны иметь какие-то философские представления, чтобы нуждаться в жилье. Почему мы не будем в пещеру жить? Вообще, много альтернатив. Мы можем починиться любой из них, или как мы выбираем какую-то одну из них? Почему мы живем именно в каменных домах? Почему бы нам не пожить в деревянных домах? Или в золотых домах? Тоже неплохо было бы, да, пожить в золотых домах. Опасная философия проживания в золотых домах. И, конечно же, чем сложнее практика, тем более сложен должен быть ее философский фундамент. И не только практики в религиозном смысле слова, но и практики в обычном бытовом смысле слова, они тоже имеют философский фундамент. Большинство практик просто основываются на гидонизме. Просто в обычной гидонизме. Ну и напоследок хочется сказать, что вот искусство, искусство, оно тоже пронизано философией. Трудно себе представить какую-то картину без философского основания. Очень ярко философские основания искусства видны в различных религиозных системах, например, в исламе. Исламское искусство просто пронизано концепцией Аллаха. И без этого оно существовать в принципе не может. Практически вся европейская, в том числе русская, проза заимствует философские идеи. Трудно встретить прозаика, который сам бы что-то... Ну, по мысли, действительно по мысли. Практически все прозаики, практически все поэты, практически все творцы тем или иным образом заимствуют философские идеи у философов прошлого. Не важно, это греческие философы или философы, к современнике, но в любом случае заимствование имеет место. И конечно же, если вдруг, если вдруг мы где-нибудь встретим великого прозаика, который действительно сам придумал какие-то идеи, то его стоит назвать философом. А выводы данной беседы довольно просты. На самом деле, все берет фундамент своей философии. Целые культуры строятся на основании философии. И когда человек спрашивает у меня, в чем же польза философии, просто стоит показать ему вокруг. Вот посмотри вокруг, говорит, все, что ты видишь, все, с чем ты взаимодействуешь, это все философия. Это твоя личная философия. У других людей тоже есть философия, и неплохо бы ее уважать, на самом деле. И когда человек говорит, что он как-то сомневается в философии, он не любит философию, он презирает философию, прежде всего, значит, что он презирает философию других людей, но не свою. Философию презирают религиозные люди, фанатичные люди. Неважно, какова их область фанатичности, будь это наука, будь это христианство, будь это буддизм, но они находят философию своего противника. А почему? Потому что они готовы смотреть только на свою точку зрения, потому что они уважают только самих себя. Действительно, самый лаконичный ответ на вопрос, в чем же польза философии, звучит так, во всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok